Перелистывая страницы личной истории, Надежда Васильевна Пономаренко в девичестве Шконда вновь проживает события прошлых лет. В памяти то и дело всплывают воспоминания. Родительский дом, школьные годы. По окончании 10 класса жизнь резко изменилась. Пришла война. Нас погрузили в товарный вагон и повезли через Баку, юг, 500 человек девушек. Когда мы останавливались на переездах или на станциях, женщины плакали. В апреле 1942 года ее вместе с другими, такими же девчонками, отправили в запасной батальон связи, в котором готовили девушек-связисток. Два месяца они учились передавать секретные данные. Фронт без связи – это как человек без нервов. Я была телеграфисткой. В то время, когда родители получали за надежду аттестат об окончании школы, она уже была на фронте. Как раз в этот год, или в 1942-м в начале, Сталин издал приказ – ни шагу назад. Потому что если один повернет назад солдат, то там и страх, страх овладевает. Оглядываясь назад, страха не было. Молодые девчонки еще не знали, что ждет их впереди. Мы ждем на какой-нибудь концерт. Представляете, вот такое у нас впечатление. Я еще не переживала. Помимо работы связисткой, приходилось рыть противотанковые окопы. Но и тогда страха не было. Осознание происходящего пришло позже. И немцы бомбили. Но когда начали бомбить немцы, и мы видели, как вот эта оторванная рука вот так движется. Пальцы, как на ветке человеческое что-то. Понимаете, шапки, фуражки или что. Это ужасно, конечно, ужасно. Вот тогда я осознала, как страшно. В день, когда пришла победа, Надежда Васильевна испытала самые яркие эмоции. Для нее победа, прежде всего, заключалась в возможности приехать домой. Ой, боже мой. Слушайте, там были эмоции разные. И слезы, и радость, и танцы. После войны Надежда стала единственной кормилицей в семье. Все мысли были о том, как прокормить родителей и двух сестер. Решила непременно продолжить обучение. Поступила в двугодичную юридическую школу в Ростов-на-Дону, куда направляли демобилизованных солдат. Получаясь юридическое образование, после окончания и получения диплома, я имею право выбрать любую профессию юридическую. Прокуратура, судья, адвокатура или следственные органы. После получения диплома работала народным судьей. Также она освоила строительное дело и мясомолочную промышленность. Вы знаете, самое главное должно быть любить близких к тебе, любить и выбирать свою профессию. Вы проживете очень интересной жизнью, если вы выбрали и не ошиблись. Последние 18 лет Надежда Васильевна вместе со своей семьей, дочерью Галиной, внучкой и правнучками проживает в Одинцовском округе. Принимая гостей, с улыбкой сетует на безвозвратно утерянный ленинградский фарфор, как напоминание о жизни в Санкт-Петербурге. Но счастлива от того, что рядом родные и любимые люди. В свои 99 она не жалуется на здоровье. На вопрос о самочувствии отвечает с юмором. Великолепно. Сейчас? Ну вот я не могу сказать хорошо очень. Но во всяком случае лучше иногда молодых. Вся ее жизнь – яркая и интересная книга, наполненная событиями и переживаниями. Каждая глава в ней важная. Каждое слово заслуживает внимания. Елена Краева, Фарид Хайрединов, телекомпания «Одинцова». Класс.